Девушки отдыхают и бензопилу Дружба и погнали! Началось все с основания в Хорватии студии Крати. В 1992 году четверо хорватских студентов решают связать свою жизнь с видеоиграми и объединяются в команду, задумав делать игры для Амиго и... Я все время типа такой, все так писались по серьезному Сэму. Я такой, ну прикольно, но вроде интересно. Ни одной части не прошло. MS-DOS. Их первыми проектами были простенькие головоломки, футбольный симулятор, а также 3D тир, созданный по хорватской детской передаче Save the Earth. Ни одна из этих игр широкие массы так и не увидят. В 1996 году ребята задумывают резко сменить курс и направиться в сторону 3D-шутеров от первого лица. Их первоначальной задумкой было сделать мрачную игру в сеттинге ужасов с рабочим названием In The Flash. Поскольку на тот момент существовало всего несколько игровых движков для 3D программирования и стоили они довольно дорого, Крати решили разработать собственный движок. Впоследствии, после успешных первых наработок, ребята отходят от первоначальной задумки сделать игру в жутко мрачном сеттинге и разворачиваются на 180 градусов. Многие разрабатывали, да и сейчас многие работают на своих движках, потому что уже удобно, привычно и дешевле. Но тем не менее Unreal Engine неплохо продвигается. Многие переходят как раз на Unreal Engine, потому что это удобнее и проще. Да, наоборот, было дешевле, но не проще. Вот, я не очень правильно сказал. Даже упрямые Electronic Arts будут делать 5 Sims, не на его движке, собственно, у Sims всегда был собственный движок. Будем надеяться, они... А, да, Unreal Engine 5. Будем надеяться, их витивистые, кривые пальцы, засунутые в очко, справятся с этой задачей. Посмотрим, они замахнулись на то, что это будет, там будет онлайн режим и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Понятно. Детище будет весёлым, непринуждённым и до абсурда монструозным. Геймплей практически целиком будет состоять из эффектного безумного крошилого сотен врагов на огромных локациях. А из экрана будет прям сочиться тестостерон благодаря главному герою. Из такой простой задумки родилось первое пришествие. Serious Sam The First Encounter. Самая первая часть про похождения Сэма Стоуна вышла в 2001 году. Это были те времена, когда весёлые и безбашенные пострелушки по типу Думы и первых Куэйк сменились более кинематографичными и серьёзными Half-Life, Hello и Medal of Honor. И как же иронично получается. Игра со словом «серьёзный» в названии вышла самым потешным и дурашливым шутером Техлия. Несмотря на то, что моё знакомство само началось за второе пришествие всё-таки в лор-вселенной я основательно начал вникать непосредственно с этой части. И меня поражает простота и одновременно размах этой задумки. Вот у нас брутальный главный герой. Вот у нас абстрактно-инфернальное зло в виде ментала. Присутствует ощущение общей угрозы и глобальная сверхзадача. Найти ментала, прорываясь через толпы говняков и кроша всё на своём пути. Попутно знакомясь с карикатурной архитектурой древних египтян. Забавно, что в таком дуболомном шутере получилось выстроить какой-никакой сюжет. И он помогает хорошо замотивироваться и почувствовать прогрессию во время прохождения. Ведь мы рубим полчища врагов не ради смеха, а ради глобальной сверхзадачи. Но если честно, после второго пришествия оригинал в плане восприятия местами даётся как-то сложновато. Продолжение утопает тебя без компромиссности и разношёрстных сеттингов. В то время как в оригинале мы зациклены лишь... Ну блин, первая игра это, так сказать, проба пера была. ...на древнем Египте. В какой-то момент с египетских мотивов можно немного заскучать. Но это не отменяет того факта, что игра всё ещё старается максимально разнообразить саму себя. Открытые пространства чередуются с закрытыми. Нам подкидывают элементы платформера. Простенькие, но прикольные головоломки. Локации, которые играются с физикой. И в целом игра не перестаёт дарить весёлый контент каждую божью минуту. Самый запоминающийся эпизод для меня был на уровне, в котором на тебя нон-стопом неслись клиры, о котором мы с друзьями называли лошадками. Как же я ненавидел этих ублюдков. Их много и задам... Лошадки. Хотя по факту это быки. Ну да. Мажить их просто нереально. Когда я играл даже на среднем уровне сложности, создавалось впечатление, что этих лошадок вместе с быками было просто несметное количество. И казалось, будто они будут валить на тебя со всех сторон, и ты будешь их мочить, пока у тебя яйца не отсохнут. Сейчас же, возрослев и вернувшись в игру, ты понимаешь, что их было не так уж и много. Но в детстве эффект драйва был просто запределен. Кстати, есть лайфхак, как без труда избавиться от этих чёртовых клиров. Всего-то нужно порнуть их ножичком, и они сразу развалятся. Правда, с большой кучей врагов такое вряд ли получится. Но время от времени можно не размениваться на патроны при столкновении с этими чудиками. Самыми надоедливыми были гарпии и прогучие жабы, которых было очень тяжело выцепить из-за их поверхности. Ну а веселее всего было мочить без головы хорущих камикадз. Из-за своей взрывоопасности эти джентльмены могли подкинуть пару литров пота на лоб. Но в совокупности столбами других монстряков процесс мочила во всего этого бестиария превращался в неподдельный отвязный кайф. В игре был соблюден невероятный баланс. Устал мочить быков с клирами? Ну вот, на, пожалуйста, подавись красным роботом и синим. Ты полностью отдаёшься этой игре, она превосходно справляется с тем, чтобы помочь выпустить пар даже 20 с лишним лет спустя. Визуальная простота, атмосфера какого-то трэшового бардака, который при этом не стесняется быть жестоким и кровавым, это те самые вещи, которые сделали Сэма таким, каким я его полюбил. Кроме того, для меня это была, пожалуй, самая хардкорная игра на тот момент. В определённых эпизодах игра заставляет тебя подпрыгивать с кресла, а спустя пару часов прохождения ты уже сам не замечаешь, как затираешь кнопку сохранения до дыр. Главное не сохраниться прямо перед тем, как тебя убивают. Это прям боль детства. Арсенал оружия довольно простецкий, но при этом полностью покрывает потребность в учинении кровавого беспредела. Кайфовее всего, пожалуй, бегать с фирменным миниганом, лучше которого, я считаю, в играх вообще не делали. А финальная битва с Ухгдзаном третьим в своё время сожгла мне миллиард нервных клеток. И когда ты под звуки великолепной симфонии от композитора Дамьяна Мравунаца наконец-то побеждаешь этого исполина, чувствуешь себя не иначе, как на вершине мира. Несмотря на некоторое однообразие в сеттинге, оригинальный Сэм остается прекрасным родоначальником уникальной серии лихих безбашенных шутеров нулевых. Игра получила множество восторженных отзывов игроков и критиков, но при этом оставалась довольно нишевым продуктом. Крутой Сэм. Хоть я по ней не писался, как многие. Хотел её подхватить, она взяла и улопотусилась. Чё, ты её захомутала? Был своеобразным хорватским панком, который гнул свою линию, в том числе и в продолжении. Поскольку год спустя состоялся сиквел Serious and the Second Encounter, которое, на мой взгляд, превзошло оригинал во всех аспектах. Официальную эту игру можно считать за второй эпизод оригинала. Кратим решили не кочевряжиться и сделали второе пришествие на том же движке и не привнесли заметных изменений в геймплее и игровых механиках. Вместо того, чтобы идти вглубь, они пошли вшире. Второе пришествие, это уже без преувеличения моя любовь. Это была одна из моих самых первых игр на комплюкторе. Я до сих пор помню, как для того, чтобы не залить маму обилием мяса и кровяки на мониторе, я в настройках ставил специальный режим, чтобы из монстров выпадали цветочки. Ха-ха-ха-ха-ха! Хитрожопа! Какой это? Какой учтивый ребёнок. Ну, а ещё, наверное, был факт того, что если мама увидит мясо и кровяку, она просто скажет, не играй! Главные были времена. Больше всего я обожаю второе пришествие за то, что он максимально разношёрстен и даёт тебе возможность побывать, в принципе, где ты только захочешь. Затёртый до дыр Египет мы миновали, и теперь Семён отправляется в безумный круиз пространстве и времени. Тут тебе и Центральная Америка во времена цивилизации Майя, и древний персидский Персиполь, и Месопотамия, и средневековая Польша с готическими замками, заснеженными деревушками, с Сантой Сэмом, слава пещерами, Блэджеком и проститутками. Всё это дарит потрясающее ощущение разнообразия. И было безумно круто, когда ты не знал, что тебя будет ожидать на следующем уровне. А количество оружия и дурашливых врагов также приумножили. Да, геймплей на это всё ещё первая часть, практически без изменений. Но мне кажется, вся прелесть второго пришествия заключается в самом подходе автора к своему творению. Здесь стало гораздо больше локальных приколов и пасхалочек. И чувствуется, что этот звезданутый мирок теперь более наполненный, пёстрый и креативный. Если ты зайдёшь в какой-нибудь малозаметный закуточек, то можешь попасть на киноплощадку, на которой снимают сцену с первого Сэма возле героя. Будешь скрывать могилы, на тебя вновь полезут головастики-разработчики. Так и вначале фигурирует очень забавная мета-ирония. Во вступлении Сэм не смог долететь до Ментла специально обрушили корабль Сэма, чтобы продлить действия игры и тем самым растянуть удовольствие и потрепать нервы крутому Сэму. В общем, чувствуется, как кратим и искренне отрывается от души и делится всем этим весёлым винегретом с нами. Саундтрек мравонаться вновь бомбесный. Мотивы джунглей самых первых уровней уживаются здесь с энергичной электронщиной и эпическими оркестровыми партиями. Околоцерковная тема с финального левела вообще навсегда в моём сердечке. Сэм стал весёлее и драйвовее. Уже второй уровень начинается с поисков хрустального черепа, в ходе которых нас мотают по трём разным храмам на огромной местности. Тем самым мы отрываемся на пол. Нам представляет уже более вертикальный геймплей, в котором нам, будучи на разной высоте, приходится применять разные тактики в устранении гнусных тварей. Среди новых врагов появились сумбулы, довольно писячие уроды, и кукурбитто, колоритные тыквоголовые чуваки с бензобилами. Арсенал оружия хоть и не пополнился новыми пушками, но всё ещё вполне достойный. Охреначить ядрами в бегущих на тебя быков это вообще отдельный вид мясорубного удовольствия. При всей кровавости второе пришествие всё ещё не переходит. Грань между дебильной карапузностью и чрезмерной брутальностью. Она держится на идеальном балансе и не скатывается ни в ту, ни в другую сторону. Конечно, разработчики могли подкинуть около хоррорных моментов, когда позади тебя скримером внезапно спаунился тот же Клир, будь он не ладен, как же ненавижу. Так и в целом монстра выглядит довольно устрашающе. У него прям с ними боль. Они перегибаются этим палку и оставляют мир Сэма с довольно светлым, радужным, с обилием абсурдного юмора и угарным Сэмом, который отмачивает остроты на протяжении... Опять эти шликобобики. Угу. Собаки тявкают на улице. ...сего прохождения. Помогает такому настрою и озвучка, в нашем случае от самого Никиты Джигурды. Египет! Опять Египет! Я хочу больше в Египет! Бля. Я и не помню, ну и не знал даже, что там Джигурда. Я тоже. Скорее забыл. Ах... В данное время русская озвучка это скорее как удивление. Я до сих пор... не очень воспринимаю... заправду информацию о резике четвертом, что там русская озвучка. Хотя уже поиграл в демку и прошел ее. А в демке есть? Да. Я же говорю, я это... верещал как сучка, когда он правда заговорил по-русски. С настройки листаю, я там русский-русский... В смысле? Русский-русский! Знакомая рожа! Это не твоего брательника в прошлой игре я завалил. О, господи! Я завалил всех братцев в пинки! Ха-ха-ха! Ну кайф же, кайф! Кстати, ту самую иллюзию бесконечного потока врагов несколько лет назад решили воссоздать сами фанаты при официальной поддержке Кротин, выпустив Сириус Сэм Революшн. Это очень здоровский глобальный мод, который позволяет проапгрейдить Сэма и превратить его в по-настоящему бескомпромиссный капустник. При помощи модификаторов здесь можно задизайнить собственные уровни с без преувеличения тысячами врагов на каждый квадратный километр. И вы можете весело мочить супостатов с друзьями по сети. Если вы уважаете Сэма так же, как я, то настоятельно рекомендую заценить это отрадное месиво. Ну а второе пришествие для меня было и остается эталоном серии. Это Сэм с самым каноничным его проявлений. Угарный, разнообразный, мясной, уморительный, брутальный и, конечно же, без тормозов. Я до сих пор возвращаюсь к нему как к старому другу с удовольствием погружаюсь в этом упор. Дикавился с душевным такой, зубодробительный. Мне нужно выпустить пар. Причем игрулька потрясающе себя чувствует как и в классическом обрамлении, так и HD ремейке. В него приятно играть везде. На ноутбуке, стимдеке я даже недавно прошел второе пришествие на свиче. Да, я тот еще извращенец, но это работает и доставляет тебе удовольствие. Это ли не чудо? Игра вновь обретает успех у критиков и игроков и Сэм умудряется серьезно расширить свою аудиторию. В 2002 году первое и второе пришествия выходят на Xbox в виде отдельной игры. Выпускают и мобильную версию Сэма, довольно сратенькую, а в 2004 сделали спин-офф эксклюзив для консоли под названием Следующее пришествие, которое делали уже другие разработчики. В игру добавили новые аркадные механики. Теперь можно проводить комбо из убийства, получать временные улучшения, а на некоторых уровнях даже на транспорте дают погонять. Семен на этот раз покатался по древнему Риму, феодальному Китаю и Атлантиде. Добавили новых аутентичных врагов, что довольно здорово, но, как вы можете заметить, визуальный стиль стал более прилизанным и детским, а графика на момент 2004 года выглядит просто смехотворно. Просто большинство очень не хватает элемента не вижу прилизости. Из-за консольного управления враги разносятся в щепке почти без всякого труда, но, тем не менее, следующее пришествие это хоть и неоднозначное, но... она помогает прикрыть несовершенство стала чуть мультяшнее, но не намного мультяшнее, как по мне. Интересный, забытый образчик из налевых, который все же заслуживает внимания фанатов Сэма. Ну, а настоящая смена визуального стиля и направления сей серии произойдет годом позже и... да... Сериус Сэм 2 стал огромным разочарованием. Предыдущая часть закончилась на классической Туби Континьют, в котором створки храма раскрылись, а Сэм улетел в открытый космос сдавать люлей менталу. Собственно, в новой части создатели решили отправить Сэма совершенно новое приключение во всех смыслах. С одной стороны, это безумно круто, что мы теперь гоняем не по останкам древних цивилизаций, а совершенно новых, неизведанных планетах и мирах. От племени синих человечков Джеймс Кэмерон одобряет до космофутуристического города с огромными цветами. Сама идея разнообразить таким образом действия просто феноменальна. К тому же здесь самое большое количество уровней серии. Игра длинная и заметно, что Кротим вложила в нее очень много усилий. Но есть очевидные вещи, которые портят абсолютно все. И да, это визуальный стиль и общая направленность. Игра стала слишком кукольной, мыльной и попросту детской. Кротим сменили движок и с чисто технической точки зрения графика выглядит сносно. Но вот художественное исполнение и дизайны обилие хреновых каццен. В плане графики лучше. Да. Угу. ...прямиком из 2005-го какой-то карапуйный обилие хреновых каццен прямиком из 2005-го какой-то карапузный свистопердильный карнавал. В общем, видно, что игра ориентирована на более младшую аудиторию. Это беззубый family friendly балаган, в котором нас лишили его безумие оставились очень странным. А это что было сейчас? В каком месте это family friendly? Вот с этим я не согласен. Типа, как бы, мясо, по-моему, все точно так же есть. Оно и в оригинале, ну, типа, в первых двух частях не было такое, что там прям досконально показывается, как в том же killing floor. ...выночным сюжетом про мудрых старцев, невнятными героями, совершенно дебильными мобами и боссами. Короче, при прохождении не покидать ощущение, будто игра с тобой сюсюкается и ты играешь шутер для 10 лет. Вроде бы, сам. Я, если что, не оправдую игру, я вообще не проходил ее, я в нее играл только, и все. А то, что сам приеб к... Ты просто разницу на футажах не видишь, а человек ее увидел. А, ну да, ну да. Я к тому, что к стилю приеб его это такое себе. Мне кажется, самая... самая последняя, в чем проблема у игры, это именно стиль. Глянись вот через то плечо. И что вы тут делаете, мамзеля, а? Ой, бес попутал. Да, ага. Я так понимаю, у нее, в принципе, геймплей на... и сюжетно проблем было слишком много, которые людям не зашли. Хотя кому-то она и зашла в то же время. Просто называть Family Friendly контентом игру, где челла разрывает на куски и из него фонтан красной жижи брызгает. Ну, такое. Деньги не покидает ощущение, будто игра с тобой сюсюкается и ты играешь в шутер для 10 лет. Вроде бы, сама формула Мочилова с огромной кучей врагов на больших пространствах сохранилась, но во время экшена ты попросту не чувствуешь физической отдачи. Все кажется каким-то искусственным и плюшевым, начиная врагами и оружием, заканчивая твоим арсеналом. И получается, что ты как игрок тонешь в этой ребяческой фальше и попросту не ощущаешь крутизны. Если в оригинальных сцемах тебе нужно было постоянно переть вперед, но из-за количества врагов ты постоянно пятился назад, теперь приходится сражаться, стоя на одном пятачке, что делает перестрелки на порядок унылий. В предыдущих частях получалась такая ситуация. Ты хотел идти вперед, но тебе часто приходилось отступать, потому что врагов было очень много и все же у тебя была всегда одна цель прорваться. На психологическом уровне тебя это подталкивало сражаться с монстряками все дальше и дальше. Здесь же выходит полностью противоположная ситуация, ведь геймдизайнеры могут нас занести в какое-нибудь закрытое пространство, запереть нас и со всех сторон будут появляться монстры и они будут начинать тебя атаковать по кругу. Ты от них отстреливаешься и эти круги могут повторяться просто бесчисленное количество раз. В какой-то момент ты уже перестаешь понимать, когда вообще эта вереница кругов закончится и во имя чего я это делаю. Даже во время прикольных поездок на транспорте эта духота умудряется все испортить. Ну появится один механический паук, ну два, ну три, но десять и пятнадцать. В процессе ты не понимаешь, это игра над тобой стебется или она уже начинает тебя просто бесить. Враги стали просто ужасны. Это набор какого-то рандомного низкопробного бреда. То у нас какие-то киберзомби брокеры в костюмчиках, то у нас гигантские зубастые сумаисты, то куча однообразных орков в нелепых доспехах и с дубинками, то просто Кинг-Конг. Классические камикадзе теперь бегают с бомбой вместо головы, а быков заменили на заводных игрушечных носорогов. Очевидно, это намеренная самоцензура, и создатели таким образом хотели расширить потенциальную аудиторию, но очков этой игре точно не дает. Не буду отрицать, наткнись я на эту игру, будучи десятилетним шкетом, не знаю ничего про предыдущих Сэмов, она обо мне определенно зашла. В формате такого детского шутера, самостоятельного продукта, стоящего обособленно от сейси, я очень сомневаюсь, что она заслуживает права на жизнь. Но мне, как фанату хардкорного Сэма, было очень обидно наблюдать за таким развитием дел. Даже сюжет вышла какая-то филерная белиберда. Вроде бы, нас бросали в разные миры, нас бросали из разных миров ради главной сверхзадачи замочить ментала раз и навсегда. Но в конце от нас он снова убегает. Нам машут ручкой, говорят, продолжение следует, увидимся в третьей части, и все. Из всего этого сериал Сэм 2 оставляет за собой кислый, неприятный послевкус. А еще грустнее от того, что эту самую третью часть пришлось ждать аж 6 лет. В 2010-м вышли ранее упомянутые ремейки оригинала на новом движке Sirius NGiant 3, и все это было для подогревания интереса к готовящемуся триквилу Sirius M3 BFE, или до первого пришествия. Да, нас должны были вернуть к истокам и показать приквел серии, что звучало довольно интригующе. Я безумно ждал от этого. И в ноябре 2011-го она наконец увидела свет. И что ж, я неимоверно рад, что мы вернулись к старой доброй брутальности из оригинала. Хоть триквил уже не такой веселый, не такой яркий, как первые два пришествия, но в то же время он не такой дурашливый и пластиковый, как... Спасибо за донат. Вместо видоса залипаю на волосы Насте. А боже, какие же они красивые. Спасибо. Как говорится, кому что? Вторая часть. По тону и стилистике Кратим решили сделать уклон в более серьезное и хмурое действие. Мы вновь оказались в Египте, но на этот раз современным. Поскольку перед нами теперь не красочная и солнечная древность, а серый, угрюмый и бетонный каир современных лет, по которым носится военный кругом пыль, мясо, кишки, говно. В общем, Сэм вновь поменял визуальный стиль. Очевидно, что это была некая полупародия на модный тогда Call of Duty Battlefield. Выглядит вроде прикольно, но с другой стороны сейчас вряд ли можно сказать, что все это проходит проверку. Ну, хз, хз. Я, честно говоря, не могу вспомнить, что тогда было такого, но тогда в основном все такие шутеры выходили. Угу. Такого более реалистичного плана. Время. А вот что мне, безусловно, нравится в триквеле, так это вновь вернувшийся элемент того, что ты прорываешься через орды врагов нон-стопом. Каноничные дизайны мобов также возвращают ощущение классического семеновского приключения. Оружейный арсенал также классический. Даже ядрами отбивную из боков оборотни сделать до сих пор можно. Правда, вот бензопилу было решено убрать. Вместо нее появилась Кувалда. Довольно сомнительного качества анимации. Так же сюда добавили... Аутентичные армейские стволы. Конечно, нельзя отрицать, что мы стали вновь заложниками лишь одного Египта. Это явный минус третьего Семена. После визуального пиршества из двух предыдущих частей нас вновь погружает в однообразный предсказуемый сеттинг, что довольно странно. Ровно как решение разработчиков из раза в раз отправлять нас расправляться с монстрами в темные и стремные катакомбы. В какой-то момент мы проводим там так много времени, что они уже начинают наскучивать. Все-таки это возня в темноте не то, за что мы полюбились Эм. Нас слишком часто заставляют ковыряться в гробницах или заброшках, по которым можно очень долго блуждать из-за странного геймдизайна. И все же слава яйцам, что большую часть времени пытаются разнообразить геймплей, новые фишки вставлять. Особенно во второй половине игры Сэм оставлял очень приятные впечатления вплоть до финальных титров с песней хорватской хэви-метал группы Undercore. Во время первых трэш-обзоров я даже ставил ее на заставку. Вот настолько я любил брутальность Сэма. Алды оценят. И в целом удивительно, под разные типы настроения. Если мне слишком грустно и я хочу какого-то трэшового дебилизма, я включаю второго Сэма. Если я хочу золотую середину и хардкорную классику, я включаю первых двух. Если я хочу что-то поугарюмее и посерьезнее, я включаю третью часть. И в этом есть особая прелесть серии. В свое время третий Сэм подарил очень много своих локальных приколов, веселых часов, проведенных в мультиплеере с друзьями и попросту массу хорошего настроения. Игроки и критики в основном хвалили триквел, хотя и подмечали, что формула Сэма из нулевых в новом десятилетии начинает сильно приедаться. Но каратим не унывают и уже спустя год начинают разрабатывать четвертую часть. Перед ее выходом по классике выходит несколько игр по Сэму от сторонних разработчиков. Мега проходной сайт-скроллер Serious Sam Double D, странноватый раннер, которым надо сцапать Сэма, играя за наших балбесов камикадзе и так пошаговая 2D RPG и так далее. Но самым интересным это маловостворение самих каратимов. В 2017 была выпущена Serious Sam The Last Hope, очень фановый тир виртуальной реальности. А ранее в 2014 они выпустили свой самый нестандартный проект. Принцип Талоса. Во время разработки 4-го Сэма довольно хорошая игрушка, насколько знаю. Думали разбавить действия головоломками. Наработок оказалось так много, что они в конечном счете переросли в отдельную игру. Это экспериментальная философская головоломка, в ходе которой вас, играя за робота зачатками человеческого разума, нужно пройти испытания и познать очень таинственный мир, одновременно существующий на грани начала и о своем старом друге каратин все же не забывали. И 4-й Сэм вышел в 2020 году. шкормилец. Как можно о нем забывать? Вы что? Кормилицу бросать нельзя. Что с точки зрения реализации мы получили по сути ту же трешку. Графика стала ну вот от силы на пару процентов лучше. Причем разумеется это не уровень трипола игры 2000. Да-да-да-да-да-да-да- все всегда. Ой, чуть-чуть лучше стало. Ой, это, ой, то. Не знаю. Извините, сильная разница будет только если довольно долго прям времени прошло. Нет, с 2011 по 2020 прошло много времени. А, в 2011 трешку я вижу разницу. Даже здесь ее видно банально. Свет, тени и прочее. Я не знаю. Возьми, разбери тогда текстурку персонажа, стены и прочее. Понюхай ее там до пикселя и поймешь разницу. Просто меня все время убивают люди такие, ой, не сильно видно. Да потому что в какой-то момент технологии развились и в плане картинки ты не сильно замечаешь разницу. Особенно если не присматриваешься. А всякие детали типа мягких теней, более ровных поверхностей, более детализированных поверхностей, отражений и прочего говна заметно. Ну и не забываем, что у них все-таки свой движок. Ну и все равно по виду как бы как по мне довольно довольно заметно даже на шакальных футажах, потому что YouTube шакалит. Татсила на пару процентов лучше. Причем разумеется это не уровень ААА игры 2020 года. Сэм застрял где-то в нулевых в эпоху процветания среднебюджетных игр, но быть на вершине у него уже не выходит. Хотя амбиции были блокбастерными. Дизайны, текстуры, анимация ближнего боя. Серьезно, за 9 лет нет практически никаких изменений. И это безумно печально. Смешно, но даже сюжет Сима не двигается с мертвой точки уже много лет, потому что с четверкой нам решили показать приквел приквела. Да, такими темпами битву с Менталом мы увидим в части эдак 70-е, если вообще увидим. Ну окей, это такой вот очередной прикол открытый. Это пушка в виде быка? Но похоже не больше, чем приколом здесь оказалось чуть ли не все заявленные фишки и особенности грядущей игры. Большой полуоткрытый мир, которым нам хвастались в трейлерах, на деле оказался тихой пустотой. РПГ элементы ни о чем. Европейские пейзажи какие-то унылые однообразные, а напарники здесь вообще не нужны. Какого черта Сэму вообще нужны напарники? Сэм крутый, Сэм работает один. Даже битва с финальным боссом самым огромным в серии вышла какой-то скудный и затянутый. Обилие шуточек категории Б из-за сторонних персонажей начинает уже изрядно надоедать. И четвертый Сэм оказался проектом, который кажется споткнулся где-то на полпути и получился бледный копий самого себя. Есть еще небольшая разница в том, что он когда сравнивает игры, он первую и вторую часть сравнивает под ностальгией все-таки. Хоть он и во все поиграл и все это, но он все равно с меньшей предвзятостью их, как мне кажется, сравнивает. Ну, у них тоже минусов хватало, но он о них вообще не упомянул. А здесь ты, а здесь такой этот человек просто как будто типа сразу недоволен. Ну, понятное дело, что она не идеальна. Слушайте, люди закрывают ваш любимый серий, вы недовольны. Продолжают ваш любимый серий, вы тоже недовольны. Давайте это дают другим продолжать серии, вы все равно недовольны. Делают сами продолжение серии и опять вы недовольны. Вообще у нас бывают сейчас обзорщики, просто люди, которые пишут комментарии, которых все устраивает. Да нет, люди, которых устраивает. вы как бы пожалуйста говорите об этом, то я вот и по себе знаю, что если меня что-то устраивает, я об этом не говорю на каждом шагу. Но вот люди, которых прям им что-то не нравится или как говорится не видел, но осуждаю чаще всего. Они на каждом шагу. И вот задается массовое впечатление, что и то говно, и то говно, короче, теорема эскобара. Вот, но лично мое мнение, что нужно с двух сторон. Спасибо за донат. Спасибо. Неожиданно. Так вот. Ну да. Ну, не, да, понятно дело, что игра типа устаревшей возможно является, но по факту она является устаревшей в том же плане точно такой же, как и устаревшей первая-вторая часть. Только здесь побольше. Не, ну, понятно дело, открытый мир они сделали кривой, я помню это и прочее, прочее, но а че тут что ожидают? Делают, пытаются делать хоррор, еще че-то там не нравится по темным подземельям ходить. Ходишь по другим и там тут серое, тут такое-то. А тут слишком яркое, тут мультяшное, тут слишком реалистичное, а че вам надо, непонятно. Как бы это всегда, по сути, Сирио Сэм никогда и не была трипола-игрой, это и был в категории Б шутанчик. Ну да. Вроде бы пытались, ну, как бы изначально это пародия, потому что Сирио Сэм это пародия на крутого американского мужика, который все порешает. Да-да. споткнулся где-то на полпути и получился бледный копий самого себя. Вроде бы пытались в него вобрать все то, что было в предыдущих частях понемножку, а в итоге выходит какая-то каша, в которую банально скучно играть. Перебираясь по огромному... Хер, я может и не прав, я не играл, может действительно она скучна. Но как по мне и первые две части были не очень-то веселыми, на мое сугубое мнение. А в точку Б можно попросту уснуть. В этой игре нечего делать. И не считая парочки новых механик к огромному сожалению она больше ничего предоставить не может. Но два года спустя вышло большое дополнение к четверке под названием Бой Днев Сибири, созданное российскими разработчиками из Таймлок Студио, которая в свою очередь состоит из давних фанатов и создателей модов КСЭМ. Посему через какое-то время Кратим опровнули эту игру и назвали ее каноном. Там нас погружает в сеттинг собственно суровый морозный Сибири. И это дополнение как будто бы пытается нас все-таки немножечко встряхнуть, потому что мы попадаем в реально одиозный шутер. Здесь нет надоедливых напарников или раздражающих шуток. Здесь нету бестолкового ненужного огромного пространства. Нет, мы попадаем в коридорный концентрированный беспредел в духе первых частей. И вроде бы ничего особенного. Ты просто идешь по прямой, херачишь всех под крутую музыку в крутой Сибири и по сути все. Но Таймлок Студио крайне грамотно и со вкусом наполняет сеттинг контентом и атмосферностью. Экшен очень плотный и динамичный, ана в обведение в виде автомата Калашникова, например, добавляет особого колорита. Конечно, Бонни в Сибири не хватает звезд с неба, но она и не пытается прыгнуть выше головы и не перегружена лишними механиками и пустыми локациями. Видно, что разработчики ценили каждый элемент в своем творении и бережно отнеслись к конечному результату. Ну, возможно, только сделай это такую же игру разработчики, мне кажется, сами крутим, фанаты бы так же ныли о, ничего не поменялось, ничего не сделалось. Они бы орали и знают, что вот все претензии... Я хрен его знаю. Может, я и не прав. Жаль, что каратим с четверкой не поступили так же. Знаешь, как когда музыканты экспериментируют с жанрами, им говорят, что их занесло не туда и они плюют на своих старых фанатов. Другие музыканты придерживаются постоянно того же самого жанра и похожего звучания, им говорят, что они как бы застряли. И они устарели, и занимаются самоповтором. Всегда будут недовольны. Короче, это во всех областях работают. Что ж, у крутого Сэма не самая долговечная, но все же безумно увлекательная история. Если подытожить, можно с уверенностью сказать, что Сэм уже долгие годы топчется на месте. Кажется, будто он исчерпал абсолютно весь свой потенциал и остался на одном и том же уровне реализации безумного шутера, что и 20 лет назад. Но на самом-то деле откратим, большего не требуется. Ведь потешное убийство орд безмозглых чудовищ из крутых пушек особо не нуждается в чем-то новом. Это для тебя, а для большой массы эта игра так и останется категорией Б, и им-то хочется все-таки побольше разлиться. А еще Чак забывает о новых поколениях, которые тоже как бы на них должны рассчитывать разработчики, на потенциальную аудиторию. Естественно, они рассчитывают на максимальный охват. процесс идеален своей бездумной простоте. Продолжится ли серия когда-нибудь сложно сказать? Так и будущее. Каротин на самом деле сейчас очень туманно. Но как бы ни сложилась судьба у этих сумасбродных ребят, я всегда буду благодарен за Сэма. Того самого Сэма, который Шэм заинтересовал только по той причине, в которой он фанты и шкаупы ее можно пройти и не одному. Формы раскололения. Старый добрый Сэм всегда способен развеселить и поможет выпустить пар в любое время, за что ему огромное, брутальное спасибо. И ставьте лайк, если по ночам у вас иногда случается паранойя и вы слышите крик камикадзе. Ну ладно. Спасибо за просмотр. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok